Привет! Продолжается тусовка в замке Аламос, и у меня кусочек материала не записался, к сожалению, а может и к счастью, потому что этот замок до сих пор не защищен, тут просто куча всего осталось. Что произошло в незаписанном материале? Я использовал оба ключа, тут затусовался, открыл сокровищницу, награда была не особо, там какие-то карты Таро, по-моему, еще нашел. И предметы баснословные достаточно, сейчас происходит зачистка вот где-то вот этих помещений, и мы собрали пока что три части головоломки из пяти, тут надо пять деревьев в этом замке найти, и будем решать головоломку. Но перед этим я хотел бы повысить уровни, карта действительно очень большая, подземелье обещает быть еще более запутанным, чем замок Даркмор, потому что мы еще где-то тут не сходили. Вот, но перед этим действительно хочу повысить уровни, и еще кое-какие вещи произошли. Значит, у меня есть телепортация сейчас, Кристина, сандальт Портал Города, мы, сейчас у нас понедельник. Портал Города приводит нас в регион этой Лоретты Флис, в общем, отсюда мы рванем во Фри Хевен, и там повысим уровни. И продадим в паре брюлики. Оказалось, что брюлики, я тоже прочитал, брюлики не имеют никакой ценности, кроме как их можно продавать. Вот, поэтому партия отправляется на продажу сейчас. По понедельникам из Сильверков в Ври Хевен конюшня работает. Ой, мы сможем портнуться быстро. Значит, у Джоя. Джой, приготовьте ваши пенсне, потому что начинается продажа невероятная. Огромный бакшиш вы получаете, вот это, вот это, все это забираете. Сапоги 83, а доспехи плюс 6. Шлем 12, класс брони 13, тоже я продам, наверное. Палки, жезлы, паралича, ну пусть будут они на всякий случай. 30, 330 тысяч у нас на кармане. Большое спасибо, большое пожалуйста. И партия отправляется в конюшне, Абдулы. И во Фри Хевен, да, за 4 дня мы рванем. Опа, мы во Фри Хевен. Значит, сейчас у нас, блин, сейчас пятница. А, ну да, все правильно. Пятница, пятница развратница, говорит Кристина. Мы отправляемся в Академию Свободной Гавани и повышаем уровни до 57-го. Митя. Серьезная партия сейчас будет, но в замке этот нам поможет. И сколько дней оставалось у нас до маяка Лойда? Два дня остается. Возвращаемся в кищащие угрями воды. К локации к Малильному Дому Абдулы. Тут я делаю еще один портал. Возвращаюсь в замок, там делаю еще один портал. И продолжается тусовка в этом замке. Замок надо чистить, потому что там очень важные вещи. Новый портал ставлю здесь. Кастую бафы, наверное, все сразу. Желко, Чардея, Петрович кастует. Что там у тебя был? День защиты. Все защиты пошли. Далее Митька кищит. Это не надо нам, да? Потому что сейчас Петрович все закастует. Ну, каменная кожа какую-то. И возвращаемся в замок. Значит, где мой последний... Вот здесь где-то мы остановились. Локация. Ну, где-то вот в эпицентре мы сейчас пойдем вот эти коридоры чистить. Коридоры власти назовем их. Но только туда попасть, конечно, тяжело будет. Где-то вот как-то так мы будем туда попадать. Я надеюсь, что это получится. Или вот как-то так. Я один уже зачистил. Там куча противников, куча кудесников. Они собираются там нам что-то противопоставить. Ну, и Митя уже чувствует, что там награда лежит невероятная. Так, кулдауны очень длинные. Давайте. Мне нужно маяк обязательно поставить. И сохраниться, конечно же. Маяк Ллойда я ставлю на вот эту позицию. 14 дней, кстати. Далее Петрович кастует. Какую-то силу, наверное, да. Сейчас еще навыки повысим. В принципе, можем уже выдвигаться. Надо еще день удачи. Эти навыки действительно повысим. Посмотрим, сколько нам дали на 57-м уровне. 71 очко навыков. Ну, неплохо. Что повышать? Тут ты уже мастер. Магию огня, я думаю, потому что это урон. Твой 15. 16. Магию воды. Это 13 очков стоит. Могу еще здесь. 17. Но ты огнем так лупишь, хорошо. Давай, 17 сделаем. И все. Не хватает очков навыков. Сколько тебе? 4 очка навыка не хватает. Но можно подковы использовать. Митя, ваши... Тут везде ты мастер. Это нам, наверное, не надо. Это магия воздуха, наверное. Магия земли. Параллельно повышаешь. 16. Лук. Копье. И будет сюда. И тебе не хватает уже, да? Петрович. Магия тьмы, наверное, до десятки. Разгоняем. Магия духа. Надо нам повышать. Давайте мы сделаем 12. Ты эксперт в ней. Булава, лук. Я даже не знаю, Петрович. Лук. Что-то... Сколько там надо было на лук? Восьмерка нужна была. Шестичков навыков. Ну, магия тьмы. Ты сандалишь. 13 очков навыков. Не знаю даже. Ладно. Давай сделаем 8. Здесь мне, правда, не хватает. Но ничего. Петрович тоже будет стрелять из лука. 8 очков. Остается Петрович. Кольчуга экспертная. Митя, тебе хватает на кольчугу? 7. И Петрович, кольчуга, 7. Вот как-то так мы раскидали. А здесь все в меч идет. Потому что не иначе. 18. Ну, видите. Сильно урон не возрастает. Что? И применить подковы, да? Давайте применим действительно. Применим подковы. Что тебе там не хватало? 2 очка навыка не хватает. Надо, чтобы 13 было. Магия света. Я не думаю, что тебе сильно расходится. Потому что это бафы в основном. Кужинные доспехи ты и так мастер. Ну, луком сделать эксперта. Но я не думаю, что это слишком важно. Поэтому, Митя, давай еще одну подкову сюда. Повышаем магию воды до 13 уровня. И тут сошлись. Петрович все поднял. Тут 4. Да, так как-то так мы разошлись. И кастуем, кастуем. Майки Ллойда мы сделали. 14 дней у нас есть. Сейчас у нас что? Суббота, 20 июля. У нас, по сути, есть еще очень много времени до следующего посещения алтаря. Который, в принципе, там не сильно нам расходится. День богов. Ну и тусовка понеслась, наверное, полным ходом. Точность, скорость, сила. Все хорошо. Еще бы баф какой-то зачитать. Не знаю. Ладно, идем наверх. Тут нас обстреливают. Негодяи. Ну ничего, сейчас мы со всеми справимся. Только надо мне понять, куда мне идти. Будут ли тут проходы. Я прошел по какому-то мосту. Там огромная толпа элементарей появилась. И с ними, конечно, это бы проблемы. А вот тут еще элементарей вылетают. Однако получи. 253 единицы урона зато теперь наносятся от магии огня. Мы идем вот в этот коридор проклятый. О, тут элементарей капец, конечно. Однако получи тоже. Воздушный показали им, да? Стрелой ты не попадаешь. Митя зато на 107 уже пробивает. Петрович кислотой. Не попадает. Тут будем стрелять, да? Туда бы фаербол, кстати, заслать. Потому что их многовато достаточно. Тут выстрел обычный. Кто там ходит? Митя. Сандалиш этот готов. Так. Что тут еще? Сейчас могущество кастанем, да? Мужество щит каменной кожи. Давай сделаем. Тан-тан-тан-тан. Мы должны развалить просто. Как маф по газету. Как обезьяна газету. Петрович, сандаль кислотой. Кислота не работает по проклятым элементарям. То есть придется в ближний бой, чтобы идти, да? Получается так. Мы устанем все, потому что надо теперь за скоростью следить. Что поделаешь? 112 урон. Надо, чтобы Кристина сандалила свое испепеление. У нее урон, потому что больше всех. Петрович, летающий кулак попробует. Но по элемам не работает. С испепелением надо. Зато мы элементаря теперь за один удар. Урабатываем. Там снизу еще кто-то тусуется. Там еще дерево, кстати. Дерево это надо затусовать. Сохранимся. Падение пера, возможно. А наверх как будем попадать прыжком? Или вернемся в зал? Это древо надо. Тут еще негодяй летит, а? Ну и, конечно же, ты промахиваешься, да? Удар мечом зато на 78. Удар копьем. Удар булавой. Удар мечом. Этот лежит. Видите, мы и мечами уже неплохо орудуем. Стрел такой. Спепеление, пожалуйте. Все, этот лежит элементарь. Кстати, падаем вниз. И тут огромная толпа мадьярок нас ожидает. Аман это уже А. Кот наплакал. Ну, получается, что надо портироваться опять в кишащую, в эти, в храму. Я думаю, мы их и так развалим, Петрович. Потому что сейчас так заклинаниями даст. И Солоденька наносит уже неплохой урон достаточно. Мадьярок этих обычных мы даже в ближнем бою должны покарать. Опыта сейчас заработаем тоже много. Но подземелья это надо чистить. Тут очень много награды, очень много всяких полезных вещей. Мадьярки это обычные. Вот Матрона представляет опасность. Но, в принципе, мы их разваливаем. Вот это очень рьяное. Салдафонша подошла, потому что в ближний бой. Петрович, надо еще заклинание, наверное, проклятие какое-то на них вызвать, чтобы они не попадали. Сейчас. Ход Петровича пытаюсь выловить. Давай, Петрович. Перс смерти? Нет. Это просто проклятие. Сработало только на обычную маньярку. Все. Главное сейчас Матрон уработать. Надо было еще тут затусоваться, наверное, чтобы еще больше уровней получить. Но мы и так... Там уровень, не знаю, 255-й, кстати, в игре я узнал максимальный уровень. Куча денег еще мы получаем. Сбоку никого. А сбоку еще маньярки, да. Наваливаем им неплохо. Урон возрос. Хотим 60-й уровень, потому что будет еще больше очков-навыков. Кстати, очки-навыков в игре... Чем больше уровней, там тоже есть какая-то градация. Чем больше уровень, тем элитнее мы получаем количество очков-навыков. Получите сюда мечами и кинжалами. Все. Древо. Вырезанная на древе надпись гласит. От предпоследней половины добавь один. Коль не простак, узнаешь, что и мой первый знак. А вот это я не понимаю. Я знаю уже две. Ну, я думаю, что знаю. Это предпоследняя. Вот это я не понимаю. Добавь один, Коль не простак. Ну, полтора типа получается. Значит, там еще цифры будут. Ладно, потом эту загадку будем решать. Что можно сделать? Ох, на фаерболл можно нарваться неплохо. В этот зал я не хочу идти. Я хочу тут прыжком... Прыжком вернуться. Видите, сейчас тяжелый, конечно, будет прыжок у нас. Но вы закастуете. Кто-то тут еще стреляет. А, на прыжке мы еще не долетаем, да? Ну ладно, идем туда через ловушку с фаерболом. Минуя ее через длинную катакомбу. Вообще же можно попортнуться, да? Почему нет? Портнулись, и все. Лечим за 50 голды. Бабла куча у нас. В кадр попало, как я эскалибур, кстати, достал? Я очень надеюсь, что попало. Эскалибур это меч, который был здесь. Я вот просто не помню. Я в серию где-то неделю не играл. В общем, что я сделал, чтобы достать эскалибур? Я силу до 200 разогнал. Выпил из колодца безумие в сильверков. Сюда вернулся, и меч достал. Это артефактный меч. 30 к силе добавляет. Ну и урон хороший. Ну вот. Далее. Возвращаемся в замок Аламос. И продолжаем там зачистку. Оп. Сохранение пошло. Тут еще две сокровища какие-то. Это, наверное, вот эти комнаты. Я хочу зачистить сейчас вот этот длинный коридор. Вот этот вот. Одну комнату я там был. Там очень много противников. Очень много. Негодяев. Супостатов. Туда ли я иду? Я иду туда. Кто-то по нам еще смеет сандалить, но тут это какие-то элементарии остались. Тут куча награды. Я думаю, сейчас мы тут все ограбим, и вообще все будет отлично. Так, комната с мостом. Главное сейчас не упасть. Поэтому сохраняйте равновесие. Леди и джентльмены. Потому что мы входим в еще одну сокровищницу. Я тут разграбил. Были вещи какие-то. И тут некоторые комнаты будем сейчас чистить. Кто тут такой у нас стрелок? А, это чернокнижник. Получает на 230 уже урон. Солодонька промахивается. Там еще какой-то дьявол праха летает. Митя сандалит. Не то, что нужно. Петрович на 23. Ну и солодонька не попадает. Петрович, а ну-ка перс смерти примените. Не сработало. 78 урон. Митя, поменять тебе заклинание надо. Этого завалили. Давайте завалим этого дьявола праха на 277. А, и тут еще элементарии у нас летают. Да? Вдушные. На 30 почему-то ему залетело сейчас огнем. Это нехорошо. Так, это очень плохо. Митя, меняем заклинание на точный взрыв. 84. Отнимаете урона. Петрович. Это не работает. Но я думал по Волхву попасть. Удар мечом на 72. Испопеление на 240. И Волхв сейчас просто ляжет. Мы его даже в ближнем бою закатаем, заклепаем мечами и кинжалами. Бочки интересуют. Желтая и оранжевая жидкость. Напоминаем себя, потому что стример очень забывчивый. Желтая и оранжевая. Оранжевый интеллект, желтая дает меткость. Значит, меткость я сюда по максимуму. Интеллект... Не знаю, Митя, давай тебя. Ну и парни, плутаем их. Что тут? Меч какой-то лежит. Кинжал. Длинный кинжал, кстати. Может быть, какой-то элитный. Вот эти подземелья, это уже элитные подземелья. 8 единиц урона от яда, например, он добавляет. Видите? Неплохо. Но у нас есть Мордред, который сильно элитный. Да? И окно. И кто-то... Что это такое? А, это лампадка. Тут зачистили. Что за... А, тут еще кто-то. Дьявол праха сейчас получит просто. И это вихрь. Это какой-то элитный или что? Нет, обычный. Получает булавой, мечами. И готов. Открыть дверь. И посмотреть, кто посмеет на нас выскочить. Это дверь в коридор, кстати. За нами еще кто-то летит. Ча, такой десник решил тут выпендриться. Получает огнем на 106. Удар мечом на 68. Лежит просто, отдыхает. Ни в чем себе не отказывает. И слушает CD с фэнтезийной музыкой. Следующая дверь. Петрович. Ох, какой отряд. Девочек-белочек. Что с ними делать? Я не знаю даже. Какой-то адский огонь, наверное. Давайте попробуем. Чтобы по всем нанести урон. Но по Матроне это не сильно срабатывает. Тут сражаемся. Тут что сделать Митян? Тоже сражаемся, наверное. Петрович все это пытается проклять. Работает по всем, кроме Матрон Мальярок. Сражаемся. Тут не иначе. Вот так, вот так. Ты просто сандалью заклинания. И все. Ох, слушайте, Петрович. Уже неплохо залетает твое заклинание. По Матроне. Заклинание тьмы. Там еще какая-то элитная или шо? Это и рука какая-то странная. Кто-то еще по нам сандалит тут. В общем, мочим их всех. Ярко солдат. А помните, как мы с ними мучились? В игре такой странный рост персонажей. Ну, я уже говорил неоднократно. По балансу у меня тут вопросы возникают. Лучше бы противников было меньше. Но пусть бы они были сильнее. И лучше бы их не были такие толпы. Но зато в каждом подземелье поставили бы одного сильного босса. С какими-то резистами. Сапоги. И это что такое? Колпак Чародея. Я хочу его надеть незамедлительно, говорит Митя. Но он без каких-то особенностей. Далее. Сапоги плюс 6. Но это все на продажу пойдет. Карты судьбы когда будем применять? А? Карты судьбы надо где-то 25-го применять. Потому что конец недели. Эта неделя была вроде бы месяц меткости был. И нам нужно, слушайте, нам нужно сейчас сделать один мув. А именно поставить здесь новый телепорт. Напялить на тебя шляпу твою. А ты и так в ней хорошо. И ты еще сапоги какие-то залутала. Сила плюс 8. Доспех плюс 8. Здесь у нас скорость восстановления. Это уже более важно. Шляпа Чародея. Еще какие-то доспехи скорости. Но вот это неплохо. Ну вот аффиксы защиты слабенькие. Пирамидка. Это сюда пойдет Петрович. Так. Волшебная подкова пусть будет. Хорошо. Что по мане? 28. А что за коридор? Простите. А, это выходной коридор. Мы еще можем посражаться? Я думаю, да. Смотря кто там будет нападать. Там нападают маньярки-солдаты. Я думаю, мы можем даже в ближнем бою себе позволить с ними сразиться. Митя может сандалить и заклинанием, в принципе. Маньярка по нам бьет, но что-то попасть не особо может. Тут Мордредом ей. Тут вот так. И Петрович. Проклятие какое-то. О, как хорошо прошло. Ну все. Просто ближний бой сейчас пройдет. Я даже могу удвоенную скорость поставить, чтобы это быстрее было. Спасибо Сергею Руденко за этот великолепный патч. Потому что эти пачки врагов уничтожать действительно тяжеловато. Сейчас серьезная будет драка. У нас, судя по всему. Хотя, в принципе, что они могут противопоставить. Давайте опять удвоенную скорость. Надо было с самого начала этим пользоваться. Ну, не мы такие. Игра такая, что-то слишком много их. И что тут нас ждет? Накидка. Я не думаю, что это будет элитная накидка. Хотя, доспех плюс три. Накидка Фантома, говорит Митя. Классическая. Что еще остается нам зачистить? Еще одну комнату, в которой кто нападет? Опять-таки, мадьярки. Сейчас мы их быстро и решительно. Мечом, мечом. Митя так засандалит. Петрович проклянет. Ну и давайте их быстренько ушатаем. Слушайте, хорошо так с этой кнопкой играть. Почему я раньше этого не делал 30 с чем-то серий? Ну, я люблю медленный геймплей. Пошаговый. Что, мадьярочки? Получаете. Все готовы. Хорошо, обычная скорость. Слышу элементария еще. Может быть опасно тут чуть-чуть. Что это такое? Какой-то скипетр. Посмотрите, тут вы из вояний черепа. Это скипетр власти. Жезл. Давай, Митя, познай его. Жезл статики. Это очень слабый жезл, который мы впарим без задней мысли. И кольчуга. Кольчуга силы тоже очень слабая. Это все на продажу. Там что-то происходит, судя по всему. Супер коридоры мы зачистили, получается. Да, надо еще сюда сходить. Это, простите, не начало вообще? Это вообще выход. Неплохо. Давайте тогда выйдем. Почему нет? Потому что, чтобы не тратить ману. Что? И рванем в храм. Модельный дом. 50, 50, 50. И вернемся. Так, 4 загадки из 5. У меня уже есть, получается. Возвращаюсь в храм. Ну и куда дальше идти? Сейчас надо карту осмон. Надо сейчас идти на юг. Вот эту комнату, я сказал, я ее уже вскрыл. Тут мы... А вот здесь еще две комнаты, блин. Как сюда попасть в эти комнаты? Непонятно. Ну и тут вот что-то. Надо на юг сейчас как-то попасть. Идем на вскидку, наверное. Что тут открылось? Что-то или что? Это... Это зал еще какой-то. Я применил оба ключа. То есть и ключ, который назывался ключ телепортации, тоже. В общий зал. В дырку, может, упадем? А, ну давайте. Это хуже не будет. Упали в дырку. И сейчас надо как-то в южный проход выйти. Митя, ты должен заняться этим. Какая-то дверь еще. Сейчас мы чуть-чуть поблуждаем здесь, леди и джентльмены. Потому что я очень-очень запутанная подземелья. Но, тем не менее, оно хорошее. Вот он, южный проход. Он найден. И тут же Митя подмечает, что впереди противники. Они собираются на нас напасть. И тут еще дерево. Это второе дерево. Это дерево 2. Я жал кнопку? Да, ее нельзя прожать. Слава тебе, господи, что не надо больше ничего нажимать. Значит, но я прошел куда-то не в тот проход, который я искал. Потому что тут мы были. Тут негодяи еще тусуются. Все трясется в подземелье. Я абсолютно не понимаю, куда мне идти. Мадьярки пришли. А, и мы все уставшие. Сейчас Петровичу придется с этим разбираться. Петрович, снять слабость. Где это было у нас? Влечение слабости. Для начала по себе. Это не сильный такой аффикс. В принципе, это уже неприятно достаточно. Петрович, давай, снимай слабость. Персонажи уже настолько крутые, что они могут не отдыхать. Что это тебе, Петрович, сделали? Что-то нехорошее. Мадьярка лежит. Там еще воздушный Элем совершает тусовку. Давай вот это и засандалим. Петрович, сними последнюю слабость вот здесь. И все, и можно их разваливать. Только я не уверен, что мы попадем по Элему. Элем стреляет. Наш ход. Да, все, он готов. Сзади кто-то, да? Ну, они бегают тут по подземелью. Ничего не сделаешь с этим. Надо мне сюда идти. Да, надо, потому что остались мальчики-зайчики. Ну-ка, давайте посмотрим, как у нас фаербол усилился. Очень слабо. Ближний бой, надо идти. Испепеление 51. Да, у этого резиста такое ощущение, что... Вот Митя на 109 ему прописывает. Половой можно дать по голове просто. Ему и все, ничего он не сделает. Запас здоровья у нас такой огромный. Это чернокнижник. Это чернокнижник. Он повелевает серьезной магией. Сейчас он будет повелевать только своей могилой. Говорит Митя, а чернокнижник готов. Хорошо, посох с него еще выпал. Такое. Петрович, давай общее исцеление, потому что нас все-таки пробили. И надо понять... Вот тут еще сокровища какие-то. Надо понять, как их забрать. Вот фиг его знает. Вот здесь выход. На общий коридор. Сзади кто-то летит. Может быть, на верхнем этаже. И южный выход, который я искал. Да это не тот выход. Господи, ты боже мой. Мне надо вот в этот выход пройти. То есть мне надо все-таки выше подняться. Как это сделать? А волшебным образом, наверное, как-то сюда. В дырку не надо было, в общем, падать. Надо подумать, как отсюда выйти. Но я могу портнуться, конечно. Я думаю, выход же должен быть. С фаерболом. Это там мы не подпрыгнем. Можем тут в дырку попробовать прыгнуть. Так, Митя, давай свое заклинание прыжок. Опа! И мы наверху. Отлично. Теперь надо понять, куда мне отсюда выходить. Мне отсюда выходить вот в этот проход нужно. То есть мы разворачиваемся вот куда-то сюда и пытаемся понять, как отсюда выйти. А тут еще и Лем летает. Разберемся с ним по-свойски. Сейчас посмотрю карту более внимательно. Очевидно, что нужно еще раз использовать прыжок здесь. Митя, что вам сказать. Опа! И прямо в тот коридор, в который нужно, мы попадаем, судя по всему. Да, и идем вниз. Отлично. Сейчас мы им тут всем... Ох, это что такое? Кто посмел? Еще два элементаля. Давайте валим их. Вот так вот. И этому без попеления. Резиста имеет. 106. Не вырабатываем так сразу. Готов. Впереди ждет противник. Тут еще куча дверей. Господи, тут еще куча мадьярок. И тут еще куча лестниц. Еще и Матрона охраняет эту дверь. И там награда лежит. Отлично. Еще и Лем, да? Странно. Это вроде бы выход на комнату, в которой мы были. Воздушный Лем не хочет погибать. Ближний бой. Тут еще, кстати, награда лежит. Я очень надеюсь, что она какая-то полезная. Ну и где она? Здесь ничего нет. И тут дыра просто. Награда прямо перед нами. Такое ощущение, что в факеле. То ли я слепец, то ли над нами есть еще этажи. Это выход в бассейн. Это, кстати, ловушка. Причем такая мерзопакостная. Потому что очень много элементарий появилось. Отлично. Мы им показали. Да, мы им не показали еще. Потому что их многовато здесь. Сейчас надо сражаться. Митя, сандали, штаг. 43 единицы здоровья. На нас тут могут положить немножко. Испепеление. Этот готов. Куда ведет вот этот коридор? А, я знаю. Я знаю, где мы. Судя по всему, мы приближаемся к нашей цели. К пятому дереву. Этот готов. Петрович что-то сильно получил. Петрович что-то... О! Посмели поломать амулет земли. Посмотрите. Тут еще кучу всего поломали. Древний амулет земли. Сюда. Это плохо, когда они ломают кольца. И кольчуги, кстати. И еще здесь кольцо поломали. Посмотрите. Сейчас Солоденько все починит. Кольцо скорости сюда. Амулет магии земли сюда. Кольцо тревоги сюда. И накидку надо обязательно. И пояс еще нужно обязательно починить. Это заберите. Имперскую кольчугу. Пояс надо починить. Жаль, нет хоткея, который вот чинить все. Вот это немножко потому, что напрягает. Митя усиливает действие заклинаний земли. Далее. Тут мы все напялили. Вроде бы Петрович кольцо свое напялил. Амулетик верните. Выносливость класс бронеты защиты. Хорошо. Получи сюда. Не работает это заклинание, к сожалению, по нему. Вот так вот испепеление. И последний остался. Да, но удар мечом. Меч, кстати, что-то не сильно. Но 38 она урон наносит. То есть испепелили. Все. Ведет эта комната в зал. Короче, огромный зал с кучей кудесников. Тут, возможно, даже босс будет. И нам отсюда, нам надо здесь где-то маяк Лойда поставить. Я тут их уже поубивал чуть-чуть. Вот это здоровенный зал. И вот именно здесь мы должны тусоваться. Но сейчас проблемы у нас небольшие. Потому что маны нету. Кудесники тусуются. Петрович сейчас будет сандалить свое самое сильное заклинание. А тут мы восстанавливаем ману. Потому что, ну, не ману-то рады. Кольца скорости, кстати, верните себе. Потому что просили по скорости. Вы стреляете. Вы делаете так. Вы вот так делаете. Кудесник просто ложится. Давайте посмотрим, что тут нам преподнесут. Еще тут молодой человек хочет немножко посражаться. На Петровича безумие наложили. Стреляю. Стреляю. Много их тут? Тут последнее дерево. Сейчас будет... Все решится под покровом ночи. Только Петрович коставать не может. У него интеллект снижен. А хотя, в принципе, может и сможет. Петрович исцеление. Может, но слабенько. Давайте посмотрим его параметры. Интеллект 51. Сила духа 2 нормальная. Ну, чуть-чуть, конечно, снижена. Надо их брать измором. А они не хотят подходить. Видите? Они там выстроились в рядочек. Петрович хил. Получается. Маны нету 18. Врываемся на них. Здоровья достаточно. Действники такие себе. Тир 2, по-моему. Чернокнижник. Тир 3. Он опасен. В общем, ближний бой сражаемся. Петрович зато булавой ему может прописать. Только мы не попадаем что-то вообще. Это обычные волхвы. Вот этот опасен. Получает. Кстати, можно Мордрит передать. Чтобы у нас Солоденька вылечилась. На халяву. А кинжал вот этот длинный дать сюда. И ядом будет наносить урон. И Солоденька вылечится таким образом. Получается, что хилить надо только Петровича. Петрович может здоровье единого сейчас закастовать. В принципе, это и не нужно особенно. Все получаются. Солоденька потихоньку хилится. Все. Всех победили. Всех уложили. Это сюда-сюда. Ну и начинаем лутать. Лутать. Чуйство присутствует. Что кто-то сейчас еще появится. Да? А именно элементария. Сторожи земли. Кстати, мечом мы их не сильно сражаем. Второй элем это вихрь. Тоже он получает. Петрович держится стойко. Неплохо. Тут еще лестница наверх. А где награда? Я вот не могу понять. Чуть-чуть золота. И? Ну вот, прямо перед нами должна быть награда. Я ничего не вижу. Интересно, куда ведет подъем. Подъем ведет. А, вот и награда, собственно. На второй этаж. Кудесник. Уже немножко получите. Этот готов. Следующий. Пытается улепетывать со своим посохом. Но просто ложится. Партия уже настолько сильная, что... Свиток с сообщением. Это доказательство. Не-не-не. Письмо Гарику. Пожалуйста, используйте свое знание колдовских предметов и материалов, чтобы лишить кристалл той информации, которую он содержит. Воспользуйтесь всеми ресурсами Аламоса, если надо. Но не подведите меня. Я должен знать, что это за информация, в которой Оракул пытается мне отказать. Посмотрите, Арчибальд замешан. В этом всем. Очень интересно. Митя под безумием. Кстати, кто у нас снимал безумие? Петрович, это ты вроде бы, но ты уже не сможешь это сделать. Слабоумие, лечение паралича, медитация, снятие страха, снятие проклятия. Не, мы это только в храме делаем. Судя по всему. Дело исцеления. Арчибальд замешан. В этом всем. И Гарик тоже замешан. А следующее подземелье, в которое мы пойдем, это как раз-таки кузница Гарика. Вырезанный на древе надпись гласит. Умножь на два второй знак из пяти, чтобы пятый и последний знак найти. Хорошо, значит, у нас собраны все подсказки и мы можем пытаться искать теперь проход. Невероятно. Еще 126 золотых, кстати. Проход. Вот сюда мы еще куда-то не сходили. Кстати, Петрович, надо с Митей снять безумие, потому что он... А ты-то это не сможешь сделать, да? Не сможешь сделать это, неважно. Здесь у нас что? Здесь у нас лифт, который ведет в следующее подземелье, из которого открывается обширный вид на локацию. Но там еще... Вот там лежит наша награда. Придется, наверное, пропрыгать чуть-чуть. О, клетки, посмотрите. Тут, значит, кого-то они... Кто-то уже пытался разгадать загадку, да? Следующий лифт нам куда-то туда. Вот наша награда. Хе-хе, Митя, придется использовать заклинание прыжка. Я так чувствую. Оп. Запретная зона. Проход запрещен. И нам надо разгадывать пароль. Митя, записал ли ты в скрижале судьбы все загадки, чтобы мы его разгадывали? Конечно же, да. Опа. Так, только надо так слушать, и вам не будет видно, наверное. Сейчас мы сделаем так, что вам будет видно. Вот так вот мы сделаем. И еще музычку подрубим, наверное, да, какую-то. Потому что сейчас мы будем долго решать эту загадку. Сейчас. Только, чтобы музыка была нормальная. Вот такая пойдет. Так, а что мне еще нужно? А еще мне нужно создать новый документ в скрижалях судьбы. И все, его тоже отпереть. Сейчас будем решать загадку. Так пойдет, я думаю, да? Все вам захватывается. Значит, смотрим. Мы первую древо нашли третье. Вырезанная на древе надпись гласит, чтобы третий знак узнать, вам надо первую прочесть в том списке, где всего их 26. 26 – это английский алфавит. То есть третий знак пароля – это будет первый. Это А. Третий у нас получается А. Далее, какой из них мы нашли? По-моему, вот этот четвертый. Четвертый знак идет восьмым с конца. Второй он в имени монарха-подлеца. Это очень просто, потому что монарх-подлец у нас единственный есть. Это Арчибальд. Четвертый знак идет восьмым с конца. Второй он в имени монарха-подлеца. Вот восьмым с конца непонятно. Арчибальд. Второй в имени монарха-подлеца. Это Р. Четвертая буква получается Р. Далее, пятую мы нашли. Умножь на два второй знак из пяти, чтобы пятый и последний знак найти. Второй знак из пяти, чтобы пятый и последний знак найти. Это мы должны знать вторую сначала. То есть вот эту. Второй идет за третьим по порядку. Не просто будет разрешить загадку. А я третий еще. Нет, третий я знаю. Третий это А, а второй идет за третьим по порядку. Значит, это Б. Второй получается Б. Теперь мы пятую можем решить. Надо умножить на два второй знак из пяти, чтобы пятый и последний знак найти. Если это второй, то мы умножаем на два четыре. Это Д получается. Пятый. Барт. И от предпоследней половина. Добавь один, коль не простак. Узнаешь ты мой первый знак. От предпоследней половина. Предпоследняя у нас двадцать пять. Половина от двадцати пяти. Это у нас двенадцать получается, да? Или одиннадцать. От двадцати шести половина это тринадцать. От предпоследней. От двадцати пяти половина. Там с половиной получается их, потому что двадцать пять. Если от двадцати четырех, то это двенадцать получается, да? Добавь один, коль не простак. Ну, это получается у нас... Господи, это сложно, слушайте. Нет, это тут все очень просто. Предпоследняя у нас буква, это R. R буква, это восемнадцать. Половина от нее, это девять. Добавляем один, это J. И это наша первая буква. Пароль разгадан, судя по всему, да? Сейчас мы в этом убедимся. Скрижали судьбы, пока что надо убрать. Ну, и тут вопрос у нас... Стоит ребром, насколько они перевели ли они это на русский язык или нет. Пробуем. Джбард. Окей, мы прошли. Отлично. Слушайте, просто великолепно. Ну, какой-то, честно говоря, Митя удивлен. Странное название для пароля. Что мы подбираем? Давайте смотрим. Это кристалл памяти бета. Это очень важная вещь, Митя. Давай сюда, попробуй ее только потерять. Потому что это очень важная вещь. Сюда шапку тебе поломали, кстати. Готов. Шапку мы вернули. Хорошо. Что здесь еще лежит? Хрустальный диск и хрустальный диск. Больше тут ничего нету в этом подземелье. Впереди еще награда. То есть я тут еще не все обыскал, получается, да? Да. А туда, как нам попасть, я, значит, там не все залутал. Вот там по карте. Ну, я думаю, мы основную задачу выполнили. Замок Аламос мы зачистили. Можно еще туда пройтись. Только надо бы, как это, мана восстановила? Восстановила. Давайте тпшимся в кишащие угрями воды. Чем мы можем вам помочь? Лечим. Петрович 300 стоит. Ну, ничего страшного. Лечим так. И вернемся в замок, конечно, потому что надо лута набрать. Хе-хе, золот Денька в безумии. Ну, а на урон наносит сейчас хороший. Сохранимся. Крутая загадка, честно говоря. Вот такого в современных игрухах не хватает. Возвращаемся в Аламос. Наверное, вот сюда. Это ближе к центру. Да, есть еще противники у нас впереди. Сейчас мы с ними сразимся. Пока я туда же попасть не могу, да? Да, есть противники. Они по мне, кстати, стреляют. Надо вот куда-то вот в этот комплекс попасть. Сейчас мы попробуем туда ворваться решительно. Это, собственно, сейчас получится. Однако, простите, я же тут был уже. Хорт! Тут у нас воздушный элементарь еще присутствует. Недобитый. Получает. Готов. Ага, вот оно что. Это копье. Митя, а ну-ка. Митя, тебе не залезло оно. Да? Я не знаю. Тебе просто не лезет, потому что карта судьбы. Два по пять единиц грома. Копье разведчика. Ну, базовые очень аффиксы. Так что оно не пойдет. И нам нужно еще в один коридор попасть. Вот именно вот в этот мы не сходили. Отлично! Тут еще у нас толпа. Сейчас со всеми разберемся. Давай начнем с кольца огня, наверное, потому что оно нанесет неплохой урон. И далее просто будем их выпиливать. Митя, вот так Петрович сделает проклятие. Ну и все, начинаем выпиливание просто. Там Адьярка отъезжает. Тут Солоденька лупит. Петрович Шрапнелью даст. Чернокнижники волнуют, потому что нанесут урона. Надо просто по одному их вырубать. И все. Петрович Шрапнель. Чернокнижник. Вот этот вот волнует сильно. Тут сражаемся. Сражаемся. По Чернокнижнику, пожалуйте. 128 урона залетает. Вот так вот. Петрович. Чисто Шрапнель. Шрапнель как им урон наносит? Это хороший урон. Аматрона Мадьярок. Еще Шрапнель. По троим сейчас залетело. А ну-ка кольцо огня еще. Все, их стало поменьше. Наступило время вырубать кудесников, потому что они тут еще нам мешают. Еще Шрапнель дать. Все. На кудесников врываемся просто. Этот готов. Этот получил. Получил. Этот получил. Получил. И кто остался? Чернокнижник остался. Сейчас мы быстро с ним совладаем. Просто в ближнем бою его развалили. Но это еще не все. Тут еще кто-то есть. Сейчас со всеми разберемся. Интересует награда просто нас. Ну что, зря мы тарство все эти делаем. Волшебный свиток найден. Митя сейчас его опознает. Заклинание вреда очень базово. Еще шляпу, кстати, нашли огнестойкости. Такая тоже базовая весьма себя. Здесь ничего нет, однако. Это очень интересно. Но противники тут еще бегают. Тут еще комната. Как я ее пропустил, я понять не могу, честно говоря. Бьем. Так, вот здесь какое-то проклятие. Все, можно, наверное... Тут кудесник еще будет мешаться нам. Наверное, вот так, вот так. Можно отступить взрыв камня какой-то, осуществить. Я думаю, мы тут развалим и так их всех. Небольшое кольцо огня. Вот уже некоторые мадьярки упали. Надо вырубить кудесника Митя, наверное, потому что он тут сильно выпендривается. Вот, а с остальными мы совладаем, потому что, в принципе, защита у нас неплохая. Все, и время лупить. Петровичу сейчас, правда, придется подлечить чуть-чуть партию. Сынение. По одной их будем вырубать. Еще элементарий слышу вот здесь. Здесь еще комната. Давайте сражаемся. Другие, кричит Митя. Потому что награда нам очень нужна. Ближний бой, наверное, пойдет. Надо бы Мордорит вернуть. Чтоб Кристина вылечилась. Да, мечи вернуть, чтоб мы больше урона наносили просто. Солоденька и сюда. Все, и можно сражаться. Кристинка сейчас сама себя залечит, по сути, с помощью Мордоры, да. Выбивая хп из противников. И все. А больше они еще нам не сделают. Ну и останется там пару комнат. Такое. Ой-ой-ой. Скорость игры вернуть, потому что так можно отлететь. Честно говоря. Такой Эвдар Петрович. Давай-ка проклятие еще зашлем. По одной только сработало по Матроне. По Матроне, кстати, сработало. Нет, сработало. Не пойми по кому. Ну, продолжаем сражаться. Матрону Мадьярок валим и потихоньку лечимся. Вот бы достать оружие, чтобы оно полностью вампирило все. Вот это было бы отличное просто мув. Это готово. Я слышу еще элементари там копошатся. Просто выход какой-то. Здесь вообще ничего не было. По награде тут вообще ничего уже нету. Кстати, нам бы вернуться действительно. Маяк Войда в храм. Еще раз залечиться. Блин, вылечил случайно Сулуденьку. Не посмотрел. Но ничего страшного. А по дате что у нас? У нас 20 июля. У нас еще по сути 10 дней остается до следующего алтаря. До следующего месяца. Так что мы все успеваем. В замок Аламас. Вот сюда. Сейчас мы дочистим тут просто. Ну, чтобы не оставлять уже. Там еще ниша была. Да, я пропустил. Как бы сверху. Я не знаю, чем мы туда допрыгнем. Там такое окошко очень маленькое. Поэтому принято решение просто проходить пешком. Бафы висят. Три часа мужества. Каменная кожа благословления. Это можно обновить. День богов. И... Впереди. В следующей комнате еще противники. А, это у нас кудесники, да? Просто развалим их. Я к мау по газету порвем. С помощью сил магии и меча. Ума готовы. Однако тут просто окна. Ничего такого нету. Я слышу еще где-то копошится... Мерзкий элементарь. Вот тут две комнаты, очевидно. И в одной из них наша награда. Опять толпа мадьярок. С которыми будет достаточно просто совладать. Потому что мы можем их ослабить. Главное, чтобы Петрович закастовал тут проклятие. И чтобы оно прошло. Давай отступим чуть-чуть, а? Стоят в проходе. Такой удар. Ну, Митя, тут ничего не сделаешь. Надо сандалить. Проклятие пошло. О, всех прокляли. Ну, только кудесник будет по нам попадать. Кстати, жаль, что он не попадает по... По самим мадьяркам. Тут, кстати, большой коридор нас уже дает. Давай сражаемся. Копьем ей промахнулось. Надо ману использовать. Удар, удар. Удар, Митя. Вот это с сандалем. Кто там? Еще обычная мадьярка. Кольцо огня, чтобы сразу неплохо залетело. Тоже удар. Шрапнели дадим. О, какие решительные матроны. Посмотрите. На некоторых порча срабатывает. На некоторых нет. Но они плотные достаточно. Это готово. Далее эту бьем. Бьем булавой, копьем промахиваемся. Это так добиваем. Ну, просто можно колбасить их потихоньку. Много их там достаточно. Петра, еще один бахил залетел сейчас неплохо. Как вам кажется. Но исцеление не будет лишним, я думаю. Как классно с удвоенной скоростью играть. Все так быстро. Сзади. Мерзопакостнейшее нападение. Посмотрите. Жаль, ее вырубить нельзя. Ничего не сделаем. Придется терпеть. Для комнаты тяжело будут даваться. Главное, чтобы нам предметы не поломали, которые обеспечивают защиту. Бабла поднимаем. Скоро будет 220 тысяч. Скоро будет опять у нас наши 300 тысяч. Просто накидываем ей топорами и мечами. Это готово. А мы еще тут не всем показали. Потому что здесь еще отряд выходит. Сражаемся с ними. Сколько же противников в этой игре? Очень много. Однако получи туда. Я хочу сначала все-таки вот эту комнату зачистить. Кудесник. Пару ударов мечами и все. А следующий мой залп стрел идет. Он к нам подходит. Пытается кастовать заклинания. Но у нас висят защиты. И он вообще ничего не сделает. Матрона еще подходит. Все, мы победили. Всех уложили. Босс будет в подземелье? Будет сундук. И Матрона Диарка Солдат. Скрыть сундук. О! Ну вот это интересно уже. Это потому что карты судьбы. Горя золота. Митька. Доспехи дракона судьбы. 1 к 7 параметрам. Здоровье, очка магии, класса брони. Они устойчивостью неплохие, но класс защиты проваливается. И жезл мысли это такой очень посредственный предмет. Эти жезлы вообще на самом деле, как по мне, очень слабоваты в этой игре. Сильно они не помогают против высокоуровневых противников. Кстати, тут ловушка, судя по всему, на сундуке. В сундуке давайте я еще раз его лутану, потому что складывается ощущение, что там что-то еще осталось. Нет, ничего там нету. Здесь я еще что-то пропустил. Видел краем глаза по карте. Но я сама цель себе не ставлю все тут зачистить в этом замке. Но сейчас будет тяжелый бой. Потому что элементали вот эти проклятые. Видите, Фомадьярки срабатываешь. Петрович пытается проклятие накастовать. Которое работает только по Мадьярке. Мадьярку работали и начинаем выносить воздушных элементалей. Надо бы фаербол какой-то заслать. Шрапнель срабатывает. Это очень хорошо. Но их многовато, честно говоря, для нас. И они уже подлетели туда, куда не нужно. Шрапнель еще залетает. Огненный шар вот по вот этому. Все, одного сразили. Сейчас с этим надо сражаться. Давай ближний бой попробуем. Урон наносят достаточно приличные эти элементали. Здесь их еще несколько. Вот этот самый опасный получает. Корона работает, чтобы ты ману восстанавливала. А у тебя есть еще маны, в принципе. Ну, застрелите его, кричит Митя. Не получается, придется в ближнем бою сразиться. Хорошо. Очередное окно. Да, замок Алламос, конечно, очень здоровая локация. Вот тут я что-то пропустил, какую-то награду. Попробуем ее забрать, если это возможно. Если нет, то наплюем. А, это та, которую я подобрать не мог, собственно. Где-то здесь она застряла. И там еще что-то мы попропускали. Я думаю, все-таки хватит. Я потом смогу сюда вернуться. И главное, что мы сделали задание здесь. Поэтому, что мы делаем? Делаем портал города. И мы прибываем в город. В Серебряную бухту. Увольняем сразу же подмастерни Риеженет. И нам надо сейчас достать где-то мастера порталов. Тут только горшечники есть. А чем мы еще займемся? Мы Кларетти Флиссад. Плохо дело, я не туда-то пешнулся. Я во Фри Хэвен тпшнулся. Но я же из фонтана не пил. Странно, почему мы сюда тпшнулись. Сейчас какой день? Сейчас суббота. Мне надо Кларетти Флиссад, потому что мы потихоньку будем теперь избавляться от нашей репутации. Великолепной. Но, в принципе, во Фри Хэвен что можно сделать? Можно продать кости, чтобы разгрузить инвентарь. И этим почему бы не заняться сейчас? Можно поднять еще уровни, но мы не сильно поднялись. Мы 58 только. Один уровень мы еще набили. Предметы не поломали нам. Кларетти Флисс просто хочу завершить задание. Я хочу уже караклу потихоньку двигать. А для этого нам нужно в кузницу Гаррика. Кстати, мы еще письмо нашли, в котором было сказано, что Гарик замешан. Кости продавались где-то здесь, и давайте потихоньку искать мастера порталов, потому что он тут понадобится. Тут повариха только Дарси, к сожалению. Сэр, квартирмейстер. Не то, что нужно. Крепостной уме этот магниты покупает. Себе оставьте. Подмастерье нет. Здесь вроде бы был, да? Костя продает. Давай, Митя, пошла. Отлично. И репутация уважаемая осталась. Уважаемая. Ищем мастера порталов. Медвежатник, он вскрывает хорошо. Медиум. Нет. Мастер порталов. В принципе, мы в Серебряную бухту можем уже на север отправиться, да? Это пилить мне через Frozen Highlands не хочется. Не знаю, попаду ли я туда или нет. Сейчас поэтому отыщем мастера порталов. Я думал, портал меня туда привезет. Надо обязательно сделать Кристину мастером магии воды. Мы этим займемся, но перед этим мы должны посетить Ньюсапригаль, кузницу Гаррика, достать песочные часы и только тогда возвращаться на Мисте Айлендс к... на Альберту Ньютону. О, мастер заклинаний. Не то, что нужно. Вы, миледи, ростовщица. А что ж ты будешь делать? В субботу, в принципе, можно на гавань сходить. Скомарох. Еще не хочет с нами общаться, посмотрите. Крестьянка, падающие звезды. Портниха. 34 маны. А когда там корабль идет? А я... Ну я могу вернуться в кишащие уграми воды? Я не помню, когда корабль возвращается. То есть лучше мастера порталов найти. Щиты, оруженосец. Мастер по ловушкам. Знахарка-эксперт. Давайте... Я, может, за кадром буду искать. Мастер заклинаний. Крестьянин. Да, давайте я за кадром поищу мастера порталов, чтобы мы продолжили. Ура, я нашел мастера ворот. Это Марта. Вот такая уже у нас была. Нанимаем ее, и Марта может произнести заклинание портал города. Собственно, в Серебряную бухту мы возвращаемся. А зачем? А затем, чтобы сдать ларетифлис задание. И репутация наша еще немножко понизится. Но с этим мы ничего не поделаем. Вот, нам это понадобится. Сэр. Проводник. Ну, проводник нам сильно не нужен. Ларетта Флис. Где она тут была? Она была в замке. Собственно, вот он. Замок. Мы к ней рвем когти просто. А почему нам нужно поднимать, сейчас снижать репутацию, спросите вы. Потому что Петровича надо тоже сделать мастером магии тьмы. А для этого нужно иметь самую отвратительную репутацию. Вот. Ларетта Флис. Канцлер казначейства. Так, деньги. Наконец-то. Я думал, вы никогда не закончите. Может, вы все же на что-то годитесь. Заслужили поддержку в совете. И, конечно же, деньги. Верховные друиды. Значит, вы считаете себя достойным из звания Верховного друида. Для получения этого титула вы должны пройти обряд луны. Мы, кстати, не взяли у нее это задание. Это высший тир для друидов. Раньше это было довольно просто. Пока в последнем поколении друидов не возник раскол. Теперь вам придется искать дорогу к священному алтарю. Он находится в храме луны, который сейчас правит злой еретик Седрик Друзерс. Вряд ли они дадут пройти вам просто так. Поэтому готовьтесь сражаться. Как и обряд солнца, обряд луны проводится в конкретном месте, в конкретное время. Прочтите молитву на алтаре луны в храме луны в полночь при полной луне. Если вы будете в этот день там, я вступлю с вами в магический контакт и помогу провести обряд. Отлично. Взяли еще это задание. Повышение цен отразится на крестьянах? Не думайте об этом. Сделаю это для блага и цели. Мне нужно было заработать денег для строительства амбаров. Иначе нам будет негде хранить дополнительные вооружаи зерна. Цены на перевозки снова снизились. А наличие дешевого и качественного зерна больше, чем компенсирует их временное повышение. Ну что, я не так ужасно, как показалось вам. Действительно. Это всего лишь отмазка, говорит Митя. Чем теперь займемся? Одуем в таверну пить, а потом отправляемся в лабораторию Гаррика. Там делаем задание по песочным часам, возвращаемся к Альберту Ньютону, их ему возвращаем и все. И задания всех лордов, получается, выполнены. Снимаем комнату. Отлично. Так, можете ли вы нас внюсопрягать? Конечно же, можете. Опа. Мы внюсопрягали. Что тут можно сделать такого интересного? Ну, можно, во-первых, накастовать Ока Чародея. И складывается ощущение, что здесь все обновилось, да? Ну, 10 сил и временно не такой же хороший буст. Митя, давай-ка нам полет. Если, кстати, здесь все обновилось, то можно подковы пособирать. Нет, тут ничего не обновилось. Обновилось! Вот негодяи, посмотрите. Ну, давайте, сразимся с ними. Сейчас. Это вопрос двух заклинаний. Это поток метеоров. И это еще один поток метеоров. Это звездопад, наверное, Митя, да? Мы их и так вырабатываем очень быстро. Просто пачками. А мы же из луков их должны теперь разваливать просто как, не знаю, как не в себя. Потому что лучники-то мы неплохие стали, да? Да. Но опыта за них мало дают, за этих гоблинов. Так что сражаться с ними, смысл такой. Посредственно. Я могу за... В принципе, за кадром опять-таки прочистить. Ньюсопригаль, кстати, базовая локация, она обновляется раз в полгода. Собственно, никто не запрещает этим заниматься. Возвращаться в локации. И... Перезачищать их. Тут еще находится мастер. Вот с этим мы не знакомились. Мастер воздуха. Один из двух, которые в принципе есть, чтобы стать экспертом. Эксперт воздуха. Чтобы стать экспертом. Как на этот дом попасть без заклинания полет, я не знаю. Я хочу в конюшню сейчас сходить. Можно забрать подковы. Да, подковы обновились. Давай, берем их. Где еще были подковы? Подковы еще были около... Вулкана. Вот тут еще у нас молодчики совершают тусовку. Получают фаербол. Просто ложатся. Здесь у нас еще... Нет, здесь мирные жители. Этих не трогаем. А где был вулкан? Вот здесь. Мы теперь можем летать. Сколько хотим. Петрович. День защиты. Сколько? 39 серий партия провела в Энроте уже. Достаточно много времени. Еще две подковы. И она уже готова действительно выполнять свою основную задачу. Именно встретиться с Оракулом. Кузница Гаррика где-то здесь находится. Кстати, на этом острове я чуть не потерпел поражение. Там вроде бы ловушка сработала. И куча просто противников появилась. Сейчас мы попробуем с ними сразиться. Почему нет? Я думаю, мы уже готовы. Тем более, какой-то день удачи. День богов. Однако сейчас что-то никто не появляется. Это надо потому, что тут еды украсть. Вот они. Ну давай, сразимся. Сзади толпа магов. Кольцо огня. Не ложатся еще все, кстати. Да, мы тут можем немножко получить. Митя, давай звездопад. Уже гоблинов-королей просто ложим. Петрович, давай шрапнель. Этих тоже положили. Далее что? Какой-то выстрел. Тут вопрос одного фаербола, я думаю. Просто сразу пачки ложатся. Какое-то проклятие надо кастовать? Да не, я думаю, шрапнелью можно дальше дать. Или просто вот так вот их вырубать. Ну вот. Что, звездопад сделать, да? По вот этим. Митя, давай. Красиво. Это очень красивый, действительно выстрел. Тут еще отряд. Они не представляют опасности. Потому что еще залетает фаербол. И все. Кто-то там смеет стрелять, да? И Петрович тоже может выстрелить. И Солоденько. Давай еще один звездопад. И еще один легенький фаербол. А, тут еще группа собирается напасть. Это метеоры. Две стрелы. Вот так вот теперь партия чистит данжи. По 48 золотых. Кстати, на дороге не валяется. Давайте собирать. Что мы еще не сделали в игре такого забавного? Мы еще не были на арене. На арену надо обязательно будет сходить. Посмотреть, в принципе. На арену здесь очень интересно. Я еще прочитал про нее. Могу рассказать. На арене противник подбирается партией автоматически. То есть, какой у нас уровень? Под этот уровень подбирается противник, с которым мы можем сражаться. Вот. Это очень забавно может быть. Стреляют огнем, да? Продолжаться все просто. Ну и на арену можно сгонять, чтобы денег заработать и опыта. Я все-таки хочу партию. Перед тем, как возвращаться в Крикспайр, партию надо раскачать. Ну, хотя бы до 60 уровня. Потому что жесткие эти цари Минотавров. Надо полное мастерство получить. Может быть, даже надо стать мастером магии тьмы. Петрович здесь. Перед кузницей Гарика, слушайте, мне надо храм Баа какой-то посетить. А тут на этой локации придется, наверное, посещать классический храм. Чтобы восстанавливать ману. Потому что храма Баа тут нету как такового. Ну, вернее, он есть, он заброшенный. Мы там канделябры искали. Но кузница Гарика или лаборатория Гарика нас привечает. В следующей серии огненные элементари помогали Гарику создать здесь предметы с помощью магической силы. Группа учеников продолжает его опыты. Мы должны их сразить и вернуть песочные часы волшебные Альберта Ньютону. Вот так вот. В следующей серии меч и магия будет продолжаться. Спасибо за внимание. Мы потихоньку продвигаемся. Мы уже потихоньку забираем кристаллы памяти. Это уже будет нужно для основного задания. Есть подковки у нас. Есть у нас волшебные свитки какие-то. Лечение слабости, Петрович. Ну, пусть будет. Шапку я Митину продал. Невосприимчивости косну. Потому что кольцо появилось. Здесь, наверное, восстанавливай ману просто. Тут еще у меня... Слушайте, подков достаточно много. Огненных шаров. Два жезла у меня остается. И жезлы паралича. Но я вот это вот сохраняю. Потому что вдруг какие-то жесткие парни будут. Если вот это сработает по Минотаврам, то это было бы неплохо. В следующей серии меч и магии увидимся. Спасибо за внимание. До свидания. Скоряжали судьбы, кричит Митя.